Всем привет, с вами Дричин, ты да, это новый выпуск пацанок, новая жизнь, вторая серия, если что, то первый выпуск, ссылочка в описании. Надеюсь, что вам проект заходит, но если вы зашли на вторую часть, то точно, в общем-то, значит, вы тут кое-что ждёте. Можно лайк уже влепить. Ну что, в предыдущей серии пришло сообщение пойти на какую-то встречу, там будет мужчинка. Что это будет, узнаем прямо сейчас. Мы начинаем. Ага, лапусики приветик. У нас такой праздник всё, у нас теперь есть свой самый главный наш продюсер. Так что дивитесь каждую серию и не пропускайте. Девочки, я услышал ваши цели. Настало время их реализовывать. Ага, напоминает, что было в прошлой серии. Окей. Твоя комната в твоём распоряжении, в полном. Приведи её в то состояние, в которое тебе хотелось. Я не справилась с заданием. Здесь мы проводим кастинги на ведущего программы. Тут типа никто не справился. Никто. Меня зовут от меня. Убери ты её от меня. Зачем это надо? Блин, я не передумала. Я хочу домой вообще. Это мой салон красоты. Это твоё рабочее место. Тебе нужно постараться никогда его не покидать. Давайте, выходим. Сюда, бегом. Бегом. Нет, я не готова работать админом. О, 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 о. Мне пишет Максим. Скажите, мог бы я познакомиться с такой девушкой поближе? Я не очень переживаю, не люблю. Я сейчас вслепую, сейчас скажу, что там какая-то шкатёр. Фотография, как будто с проекта холостяк какой-то. А в ресторан поехали. Заходим и такие красавцы. Я Максим. Галина. Два таких салон. Шик и блеск. Уже я так рада, что это всё-таки вы. А кто это может быть? А не кто-то другой. Мы сразу же хвост распустили, уже бегом. Она намного ярче, интереснее, чем то, что я видел на экране. О, спасибо, джентльмен. Она не джентль, ты шумен, джентльмен. Спасибо. Мы ведь вас ждали. О, 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 это красиво очень. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Приятно, вы же, вы какие хорошие. Цветы и жовті на разлуку. Я сразу поняла, что будет свидание на шарачковое. Очковое. Так, ребята, ещё один вопрос, такой нескромный. Вы же знаете, кто приглашает в ресторан, то ешь оплачет, правильно же, да? Все, давайте. Настоящий джентльмен. Чтобы они в выпуске меня раскатали, чтобы на 150 или там сами ***. А вы пьете вообще? Это спортсмены, Золь. Спортсмены, они просто совместный бизнес. Какий бизнес? Бизнес начали с небольшого фитнес-клуба под Киевом. Потом в Мариуполе, где Макс сейчас и управляющим, и директором работает. Молодцы. Чтобы я нас туда тоже взяла подработать. Сейчас я так понимаю, в Мариуполе там уже, блядь, не было фитнес-клуба и нету. И всё, и мне всё, кап, кап, ловышка. Расскажите, ребята, какие вам девушки нравятся? Мне главное, чтобы девушка была интересна. Чтобы ляса точила с тобой, да? А если она косоглазая будет? Ну естественно, внешность имеет значение, но не ключевая. Чего ты не кажешь сразу? Потому что они главные. Ой, с одним Максимом с Галькиным складывалось общение никак. Тукляк полный. Блин, а тебе кто нравится? Какие мужчины? Поляревские. Не попухольцы, да? Ребятки, чтоб сказал, сделал. Да, захотел, врезал, блин. Ну вот понимаешь, да? Ну я таких люблю, чтоб мог поставить меня на место. Девчули, ура. О, это уже. Тут такие, поля, правильные мальчики, неправильные девочки. Какие отношения были? Четыре года. О, прям как у меня. Да, о, офигенно. А со скольки лет? С 21. А где сейчас сколько? 32. 32. Не скажешь, да? Офигеть, можно, да, вообще. Ну, какая подача, блин. Ты бы богатого вообще свиданий? Будет твою всю жизнь. Достаточно много, чтобы сделать правильные выводы, понять, что, в общем-то, хочется уже и отношений более каких-то серьезных, и семьи. Максим чудесный, прекраснейший человек. Дуже умный мужчина. Я уверена, что у Максима есть шанс на мою оптимальность. Ты очень печальный, мне не нравится. Сейчас мы бахнули с тобой на котельной. И в караоке. Потом мы в караоке. Да, о, Максим, да. О, наш пацан. Мы все-таки решили им сделать ветер. А я сяду в кабриолет. О, боже мой. И уеду куда-нибудь. Меня здесь нет, а я сяду в кабриолет. Пусть с нами. Я не знаю этих песен. Просто говори, в кабриолет. Я буду на бэкет. Я не подключался к процессу, потому что не знал этих песен. Господи, побеси, чтобы уже уйти. Честно, это была одна мысль. Уйти, уйти, уйти. Честно, пока я не лахнула, я бы не спела. Ты вообще красавчик, просто честно. Вот спасибо. Я думаю, он там нибудь с чекунца где-то приховал и попивал. Это уже интересен таким. Быть веселеньким нельзя и шутил, и пил песни. Мне кажется, я людям понравился, и стало интересно. Я хотел бы, чтобы мы выпили за нашу следующую встречу, если вы не против. Тот и предложение. Я не против. Подцепила парня. А я против, да? А это одна дома. Я вышла с дубуши, накрутила себе думули. Юля, привет. Привет, чайечка. О, добрый вечер. А ну-ка, дай понюхать. Я не поняла, подожди, дизайн твой. А где вот цей? Мы приехали, мы думали, что там будет сейчас вообще офигеть. Мы зайдем и мы офигеем, честно. А вот это Рембрандт так и был вот цей? Да, он так и висел. Никак не прошел мой декор. А бы кровать была, где спать. А то, что дизайн и дизайн, то мне вообще... Дина, дитя, скажи, ой, какой ты дизайнер. Напишу ему, что дизайнер с меня... Интерьером. Да, напиши сразу, чтобы он потом на *** как зашел. Ну, рассказывайте, что там у вас было. Пока что на вашей жизни мне нравится. Я просто не видела. Мы зашли, там, сразу все туда-сюда провели. Вы хоть не платили ничего за себя? Только зашел. Людка, скажи, денег нету. Платите вы? Я говорю, платный той, кто пригласил. А что, нормальные платцы эти, чи не? Я бы сходила с ней там в коробки, бы попяла нормальные стрихи такие. У меня же алмазов есть. У меня же есть Дима. Мы же не встречаемся. И я такая, я хожу там, Примадонна, на свидание. Они типа там, а я тут, что хочу, что то делаю. Ну, тебе, наверное, надо же это с Димой решить. А завтра уже, вот тогда будет видно, что нам делать с этими чуваками. Так, а что ты и подействовала? Ну, типа, не пьешь? Ой, как бы подействовала? Все это х**. То есть и сикеля. Я уже сегодня винчик бахнула. Ничего мне не помогло. Мне надо что-то другого, а мне декодироваться. Чтобы ничего не берет. Я знаю, что ты поможешь. Мистика, гипноз. Типа гипнотизируют на то, что тебе нельзя, там можно. Если с гипнозом делаешь, ты все, не пьешь, не куришь, не матюкаешься. Леди сразу. Думаю, пойду и спробую все, что можно. Если так все бы работало. А, Юля, у нас для тебя есть подарок. Боже, я знаю, в очередной раз прикольнуто. Боже, моя булочка, любимая. Ты что, не дай бог. Ай, земля водопуха. Мне там мероприятие, не смеемся. Ну, подарили ей. Ну, а шелха бросает пить. А куда ты годиться? Может, хоть так, ну, чуть-чуть там в Кебекеті прийде. Чаечка, давай тогда отдыхай. Все, спокойной ночи. Все, спокойной ночи вам. Потушиш свичечку, если что, чтобы не загорелся дом. Не выпей там. Не выпей, не выпей. Не переживайте. У нас будет выпуск с какими-то гипотетизерами-экстрасенсами. Или это так просто ляпнули? О, Геннадич. Юлия, доброе утро. Сегодня у тебя будет возможность продемонстрировать свой вкус в одежде. Тебя ждут по ниже указанному адресу в 15.00. Удачи. Вкус в одежде. Мне плохо, хоть руки не трясутся. А ты что, чайка, не хочешь уже пить все? Не, я ж сегодня иду до этого, гипнотизера. А, ты так идешь? Не, у меня уже вот так было. Гипнотизера? Не, я хочу попробовать, что оно. Поможет, чи не? Открывай, иди. Галя, кто там? Психолог? Тут бурщица? О-о-о-о, бракенбок. На чёстри звезды. Такая она, Алла Пугачёв 80-й дыхает. Галина. Ой, я Галина. Ой, это свою вёска-тёска. Людмила. Юля. Очень приятно. Вы наша соседка, да? Я управдом. Мы собираем деньги на камеру в виде наблюдения. Я хочу, чтобы вы мне дали 2 тысячи. Да вы что? На видеокамеру? Ну зачем она надо? Всех домов живут без видеокамеры. Не помирают? Ничего. Девочки, что вы смеетесь? Откуда у нас деньги? Как у вас? Мы можем вам статуи дать? Живете в таком доме, да? Я пенсионерка. И то даю 2 тысячи. А вы что это? Да. А еще не так, что у нас ***? Может она и не управлять дом ниякий? Можно так собрать по 2 тысячи? ***, руссковец спальчить почки. Нет, девочки, вы должны сдать мне деньги. А денег нет серьезных. Я просто сидю и думаю, что делать? Где деньги брать? А мы же не работаем даже. Мы же только провисли все, что было, мы потратили. Но это надо, это же, вы понимаете, это для дома, это безопасность. Вы знаете, сколько сейчас убийств, грабежей? Ничего страшного, у нас сама себе охрана ***. Буду под подушкой *** спать. Давайте хоть расписку, чтобы вам через неделю дадим. А где возьмем? Разводим ухажеров своих. Давайте, давайте, девочки, разводите ухажеров. Это даст домой, давайте на недельку все поможем. Все будет, все организуем на работу, пойдем ухажерам, позвоним. Лишь бы, чтобы она ушла. Спасибо вам. Все, до свидания. До свидания. А я думала, ты пришла пообирать. Хорошо, девочки, я жду. А мы уже и забыли про эту тему. ***. Короче, бабушка. Все, короче, пошла, потом перейду, короче, что-то уже решим. Ну все, давай. Все, чай, кого загептатизируй, ты бабки вдягла, то живет. Давай пошли, чай я бабку. Аля, что ты думаешь про вчерашний вечер? У тебя нормальный пасик. Не пьет, и зато веселый. И внешность такая офигительная. А у меня именно такая ***. И не предупредил, что у него такой друг. Ну не имеет типаж вообще в принципе. Что с Димой? Блин, я не знаю, что с Димой, реально, что делать. Я как-то не пределилась до сих пор. Я, конечно, себя чувствовала скотиной. Може я в гости пригласить, да, чтобы уже поговорить? Да, в гости можно. Зая, привет. Отъехал. Алло, привет, зайчик. Привет. Скучил за мной уже. Сама схожу. Не хочешь до меня приехать? Ого. Поговорим с тобой. Сегодня, да. Окей. Давай. Все, короче. Какой у тебя разговор нормальный. Так а ты что, слышишь, у тебя такой фитнесмен? У меня так кончено вообще, что я оцей, ну, *** выгляжу. Может, как-то что-то придумать, а? Типа, чтобы похудать по Шурику. По-быстренькому, знаешь, там, за… За день, да? Ну да. Похудение за день? Давай пиши, типа, как похудать за 24 часа. Ну, боже мой, что могу девки искать? Ага. Затереться красным перцем и обмазаться пищевой пленкой. Ну, ведь, что, ну, а что делать-то? А что, выдержишь? Ну, конечно, не рано похудеть за полдня. Я говорю, давай на дозу, сейчас на все сделаем, чики-пики все. Даааа. Короче, говорю, давай я готова на все сейчас, чтобы это… Написано было толково и комментарии хорошие. Я решила попробовать. А потом думаешь, что меня всыпало? Слушай, говорит, кто-то звонит. Кто-то. Hello. Я была в истории, я ждала этого звонка, как Бога. Максим, приветик, да, привет. Хотел узнать, на вечер все в силе, найдешь свободное время. Ой, не знаю, сейчас я подивлюсь в себе в блокнотике. Худеть. Да, есть, есть, да, есть время на вечер. Отлично, хорошо. Ага. Скажи, что я со мной уже все открываю, занята. А, нет, со мной нет. Галя, да, подружка в мене согласна тоже. Ооо. Ооо. Да, она тоже подивила свой блокнотик, у нее все подходы. Все хорошо, Максимка, хорошо, еще до звонка. Вечер, приедет ее пацан. Взаимно, давай. Это будет, наверное, скандал, интриги, расследование. Все, короче, что там, натираемся? Потому что скоро уже свиданка будет. Попырику все делаем, все, давай, ищем перец. И что там еще надо? Ищем вопьем. Все, давай, я ищу, ты сиди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И шла я к гипнотизеру «Последняя надежда». Это именно точка, и здесь вот либо он, либо вообще ничего. Здравствуйте, Юля. Очень приятно, меня зовут Денис. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У него глаза такие стеклянные. Он был, как будто восставший из ада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вас не смотрю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не могу, у меня все труханит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы немного успокойтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, а что вам рассказали про гипноз? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это по телеку звезды под гипнозом. И землю жрут, и падают, и что только не делают. Ну, вот этого вот я боюсь. Страшно, что потеряешь контроль над собой, да? Угу. Я вас пока не собираюсь гипнотизировать. Если вы не захотите, я вас вообще, в принципе, не буду гипнотизировать. А что вы будете делать? Вводить меня в какую-то трассу? Что вы хотите делать? Чтобы я бросила пить. Давайте вы мне расскажете, чем вам мешает это. Чем мне это мешает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что я сейчас делаю? А я на язык сначала. Ну, ну так что, нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА чили так ожоги надеюсь на что бы решать обещаю она патч нормально идет и начала мазать и и хоть бы что ты понимаешь ничего не бьет вы такие добры не берет вы значиманы там же все критичная ситуация носить мало все сделаем все хорошо хорошо не бери не я тебе отвечаю может потому что на лягах нет языка может сейчас бегом все сделаем а так мне уже нравится так же тепленько давай другу теперь потом как начинают пекти ляжки она реально начинает пекти воно греет что вы хотите сделать чтобы я бросила пить давайте мне расскажете зачем вам мешает это чем мне это мешает ничем ну потому что я когда начинаю пить мне становится на все сбрасываешь груз проблем что именно вы пытаетесь заглушить помощью алкоголя когда проблемы я пью и без проблем пью все равно пью почему потому что хочется мне почему хочется ну как можно быть я почувствовала что мне не поможет и вообще все это зря что я вообще к нему пошла вы должны вериться если я сама захочу и расскажу а смина выдавливает там под гипнозом чего-то не надо у меня еще не было ни одного человека который бы заходил и вот так его телепала вы первый человек который вот так ориентирует если у вас нет желания то можем просто сейчас все закончить и разойтись их он хотел показать свои способности вот я такой офигелший вот я умею он мои проблемы вообще не почувствовал бывает такое что чека за противоположных желаний с моего страны он хочет бросить а другой стороны не хочет получать это какие-то вторичные выгоды получат это удовольствие какое-то у меня нету искреннего внутреннего сильного желания бросить мне кажется что это это не не мое но я ушла от него с проблемой она не решилась все равно мне кажется что это просто чисто по поржать оде и строить из себя клоуна не такой гипноз я сама кого хочешь за гипнотизирую но после таких встреч еще больше хочется пошла короче в магазин за бухлом а че не реально у меня как нога кроуна за шпи аля пробуй в интернете что надо делать а что делать я не знаю а какие там специалисты против этого тоже неизвестно еще больше печи можно держись держись а як писать с чем убрать перед слях кожи с кожи все я уже поняла что треба рубить делаем они на я один ветер так вот и пока дело я не делай мне на ногу тебя убрать перец с рук подожди я тебя спасаю ты очень люблю кухонные хитрости боже мой оливковое масло оливковое масло оливковое масло я сейчас приготовить пирог на на е перец оливковое масло что ты мол оливковое подсолнечное одна хрень держись моя лапочка она мне бить зимняя так может пойти просто помыть и смыть водой потому что я бачила яивно и реально стезы на глазах что они делают это проходы пищевое соотноста и жидким и луна волокого сметана и йогурт на moschee сейчас их начнем сзади литвы ябас то что там еще есть молоко молоко давай давай молоко что они делают оааааааааааа красиво с молока вы молоко от сметаны отличаете помогает да начинай опять пикты и что теперь робить альфінь может пойти помыть ноги да не хочу Все, если это не помогает, надо скоро уже. Думала, скоро позвонить я, потому что я не знаю, что делать. Может, они там ноги отнимутся. У нас очень большая проблема. Намазали ноги красным перцем и языком. И теперь не знаем, что делать. Вообще умираем, реально. Это кто? Детина? Детина. А сколько в детстве? В детстве 7 годов. Да, почти уже 7. Мне лучше сказать, что я детинка 7 год. Чем когда была 21 год и перцем красным обмазалась. Психушку тебе надо, а не в скорую звонить. Детина. Просто под разные температуры не рецепты. А что делать? Ухолодило. Чисто. Всем ухолодило. Ванну, да. И все? Даже не помыться просто. Не буду я ходить, я буду жрать курицу. И я буду солометь. Подружка, подожди меня. У меня с этой святой не уже тут надо было. Все, у меня уже была депрессия. Ай, господи. Максимка *** сам на своей святой. ***, красный перец на базаре буду обходить *** дорогой. Указала, не мажь. Ты давай помажем, давай помажем. Ну что, помогает, да? Да, да. Перестала уже галюсь пекти, ***. Уже ноги они мели, если честно, от холодной воды. То что, дальше будем делать все? Не, уже все, уже идем в темноту греться, все. Все, хорошо. Я уже похудела. Давай, любима. Пусть люба мене жирно некрасиво. Насрали на кухне. Сидим мы все в холле. Звонок в дверь. Ах, может это и приехал. Парень. Да. Привет. А вот это же всегда нет. Я побачила, конечно, была радость какая-то. Вроде родная, вроде и моя. Я не знаю, я ничего говорить не хотела. Не нужен он ей, не нужен. Он никак не в себе. Надо ей нормального. Такого, как у меня. Ага. На, жопчи. Это тебе. О, привет, джин. Спасибо мне, Людина. Ау, клео. Знаешь, что я подумала? Мы говорили с Гочаренко перед заездом, это наш продюсер. И что? И он говорил, типа, про цели. Я сказала, что хочу в тебе быть полностью уверенно, разобраться, что у нас с тобой. Ага. М-м-м. Ты так решила отшить его так? Людка мне посоветовала такой способ, типа, что если в нете проверка на совместимость. Как ты до сих пор относишься? Давай прийдем, ну с чем черт не шутим. Ой, ну давай, давай, проходи, ты эстетик. Гадалки сходим? Не, не надо гадалки. Давай, пройдем. Ну, пройдем, проверим свои чувства. Ты когда не знаешь, как бросить, да, то надо найти какой-то повод на этот тест пройти. Числите родственников друг друга по имени-отчеству. Если помните только родителей, один балл. Если бабушек и дедушек, два балла. Если не помните никого, ноль баллов. Давай. Сейчас, дай вспомнить. А ты что, маму мою не знаешь, как звать? Ты в меня свой раз давать не будешь? Да знаю, знаю, просто давно не виделись там. Ты не знаешь, как мою маму звать? Ну, это был вообще пик для меня. Вон был у нас дома разов, наверное, 30. Давай читай. Попросите партнера прикоснуться, не уточняя куда. Плечо ноль баллов, к лицу два балла. Это к лицу на голову ты положила? Такого нету, это ж лицо лицо. Ну все, два балла. Дальше, давай. Кто чаще проявляет инициативу в сексе? Назначили мне встречу в шоуруме. Сегодня у тебя будет возможность продемонстрировать свой вкус в одежде. Тебя ждут по ниже указанному адресу. Я приехала. Прикольные шмоточки. Я думаю, мне будет денег. Я там себе куплю 4 лука, там все. Она такая, богиня, выйду. Здравствуйте, Юля. Я Монро. Здравствуйте, я вас видела по телеку, какая вы классная. Монро, это ж пацок переделанный, я в шоке. Я вас тоже видела по телевизору, не поверите. Боже, я всегда на вас смотрю, я в шоке. Подождите, подождите. Сейчас дайте я отойду, у меня аж начало телепат. У меня кто сидит, дайте такое, не снимайте, я в шоке. Но какая разница, кто перед тобой стоит? Мадонна, Рианна или Монро? Ты на работе, на работе нужно работать. Вы, я так понимаю, начали карьеру стилиста? Ну, пытаюсь, да. Я как же не ожидала, что будете вы... Так, а что вам не нравится? Я так... Ну, ваш голый пуп, конечно, меня уже впечатлил. И джинсы с низкой талией, ну ладно. На стилистах не должен выглядеть. Понимаете, встречают подежки. Джинсы, мне нравится. У меня и задница присутствует, и сиськи. А у кого-то не сиськи, и не письки. Давайте сразу перейдем к делу. Сегодня мне нужно подобрать три образа. Внимательно слушайте. Первый – сексуальный. Угу. Второй – деловой. Хорошо. И третий – вечерний. Задачу поняли? Хорошо, да. Параметры ваши, скажите мне, пожалуйста. Пинг, вы не безнадежны. У меня нестандартная фигура, у меня узкие бедра. То есть вы мне должны увеличить зад. Хорошо. Чтоб была. Хорошо. Говорю вашим языком. Хорошо, поняла. Я вошла в примерочную. Хорошо, я вас жду. Мы все принесли. Начнем с эротики. Начинаем с эротики. Делаем с эротики. Делаем с эротики. Хотелось бы не облажаться и доказать Геннадичу, что я что-то с умею смогу. Меня смешает, если я сейчас подберу нижнее белье. Я не могу. Вот это. Ну, сисьок там явно нет, потому что я их, ну, я и не видела их. А там ничего не торчит, так что не могу спросить. Думаю, господи, если сейчас трусы выберу, там что-то вылезет. А еще как? Мне даст, будет мне и секси, и до секси. Ну, ты типа камесь два, но я там определюсь. И носилась, и бегала там. У меня было такое желание справиться с этим заданием, чтобы… Он реально потом это выйдет, да? Он реально потом выйдет, да? Он просто хочется вмешаться. Добре. Дальше, давайте. Кто чаще проявляет инициативу в сексе? Если у вас не было секса, вычлите все баллы, набранные ранее. Что-то серьезно? У нас с Димой секса не было. То есть мы проиграли вообще, у нас было 0 баллов. Вы с партнером разные люди совсем не импонируете. Понятно. Типа, вот видишь, вот все программа выдала. Если мы с тобой не спали, все, нам не по пути. Если все операция секса, то это бред. Мы с тобой говорили на эту тему, что у тебя есть свои мысли по этому поводу. Ну извини, программа говорит по-другому, я доверяю больше программе. Диме не доверяю, и того у нас не было секса. Я его не хочу. Что-то нервничает. А что нервничает? Не знаю, просто тут побила. Но я не знаю, как ты, короче, но я начала адвокатить от тебя, если честно. Печальненько. Такая реакция? Тебе пофиг? Ну... Насильным его не будешь. В смысле, как это? Если ты меня любишь, то ты будешь бороться за меня. А человеку тупо ***. Я всегда сомневалась с тобой, что ты мне говоришь правду. Честно, я не могу без доверия. Доверия нет. Что ты чувствуешь ко мне? С привасиками. Сейчас я... Я ничего не чувствую. Извини. Это повод, как расстаться. Это не то, что там камера не камера. Я реально ничего не чувствую. Прости. Я сказала ему правду, что я ничего до него не чувствую. У меня надо до его любви. Я сказала, что она мучает расстаться, в принципе. Потому что, чтобы не мучать ни меня, ни тебя. Прости за честность. Не получается у нас. Ну, не получается. Угу. Меня жаль, конечно. Как-то чувака стало жалко. Мне душу жаль. Мне надо это и собираться, короче. Прости, Дима. я просто встретились отказался я хотела подожди стой а где это подожди на колени стать типа вот это вот пожалуйста дай мне шанс это не мое я без любила я боролась за человека а венте по ну хорошо создался то все значит так должно быть это назовет начинается дать чтобы себя оправдать значит он не хотел за меня бороться вот это он говно не я не чувствую зачем мне сам учить ну чувак нормально зашел в гости давайте первый комплект уже пример хорошо есть между эротикой и порно вы бы отделите на фотосессию конечно если бы я была с вашей фигурой я бы отдела это что-то более закрытое на эротичная звезды все фоткаются в нижнем белье она прям не может сфоткаться потому что она операцию вообще не делала возьмите мне значит что еще такие длинные украшения как бусы чтоб весели хорошо много ашу за нато то не здраво несите то мне бусы ту и это гламурная глиста нужно что-то сверху однозначно потому что такое впечатление что я только стала с постели все я хорошо поняла вас было такое ощущение что я нанялась у нее именно чисто такое ну принеси подай пошел мешать иди еще мне пояс и водички принесите мне ничего себе я вам вообще-то вещи выбирать такая она звезда откажется как и я если шо давайте оаа с перламутровыми пуговка лично местите богиня я иду уже иду смотрите я вам показываю вашу ошибку вы мне дали комплект без стали а мне талия нужна поэтому берете любой поясочек тоненький швина тоненькие пояски формирует талию и цепляется сверху накидон в целом твердая трубочка но она видит со стороны кому что идет вот это платье еще померяем вечерние договорились она в бедрах тут не влезет в плечах тут не влезет вот вот эти вот не хочу вот это давайте красное померяю рюш нравится ой это ужасно ужасно чего потому что плечи видно у вас широкие а чем бы мы компенсировали потому что вы мужики дочкой отлично такой меховой что там вот есть жилет красивый или пальто несите бегом давайте-давайте бегом несите что-то чтоб скрыть мне плечи хорошо это кричите постоянно как классная хламурная баба надевать ее ну и она очень требовательная богиня да мне нравится вот в ней есть по задор и какой-то интерес просто не нужно распыляться не нужно имитаться нужно услышать самое главное и понимать что ты на работе и ты работаешь с людьми дайте вас обниму спасибо большое мне кажется у юли есть будущее я очень на это надеюсь ты на свидание собираются что это вкусить не были может сегодня по ней дам ой может но сейчас мы на сэртона на месте Ура! Звоны! Алло! Алло, девушка, привет! Хотел полный вечер связать. В 8 часов в ресторане «Форта» встречаемся. Единственное, что у Макса не получается. Ну и хорошо такая, да? Класс! А я терошу хоть не буду бачить уже. Хотел передать извинения, помог. Все-все, остается в силе. Я тоже жду. Ладненько, хорошо. Спасибо, давай, до встречи, да. До встречи, пока-пока. Думаю, идите на свои свидания. Ну и все, Галя слилась, и я начала собираться на свиданку. Другой ресторан. Привет. С цветами, так ухаживаю прям. Спасибо большое. Уже вечер хорошо начался. Сейчас некоторые такие девочки служат, мне такого бы. Поляновин же накрыв. Все, по моим хотим, все, я люблю. Галя, я так понял… Да, я сама сегодня. Не приедет, да? Да, да. Может, даже это и лучше, у нас будет больше возможности пообщаться и узнать друг друга. Наедине. Знаешь, я вот сегодня, когда ездил по Киеву, очень холодно и захотелось куда-то поехать отдохнуть в теплые страны. Если ты в ближайшее время найдешь возможность, поедешь со мной на отдых? Ну, конечно, он сильно спешит. На какой еще отдых? Позагорать. На море? Да. Я бы… Да, поеду, конечно. Ты же и все, мне самый любимый ухажер. Я, конечно, поеду. Тайки делают массаж ног. Половы еще кто-то смассирует. Джастин Бибер. А как ты думаешь, что-то взамен он тоже хочет? Или так просто? От чистого сердца. Просто так. Девочка говорит, поедем, просто отдохнем вместе. Будем спать в разных номерах и так далее, да? И Максим здесь сбоку лежит. Это идеальный мой отдых. Я уже себе представила. Ну, вкусно тебе нравится? Очень вкусно. А готовить ты любишь? Готовишь? А что хочешь? Я просто кушать люблю. Пельмешки любишь, умею варить. Максим так озадачился своим вопросом про мою готовку, что мне надо, наверное, наверстать свои умения. Треба подучиться чуток. Я еще смотрел Инстаграм, и мне захотелось сделать тебе один сюрприз. Немножко подвину твою тарелку, она нам сейчас будет мешать. Я уже переживаю, она красива. Подожди, я не готова, я сюрприз ненавижу тебя. Не переживай, положи сюда руки, закрой глаза, не открывай. Чтобы браслет себе купил. Надо на ощупь определить, что это такое. О-о-о! Сейчас начинается. Что это? Телефон? Запакована шкатулка. Может, там какие-то бриллианты. А может, какая-то поездка на Мальдиве. Что-то там не стукает сильно. Я не знаю. Может, новая зарядка для айфона, потому что у меня зарядка для айфона. Паша. Открывай, пожалуйста. Выглядит, как коробка телефона. Айфон? Ну, как это? Айфон? 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 О, боже, боже. Настоящий айфон? Честный айфон. Честный айфон. Честный айфон. Честный айфон. Нет, да? А там должна его быть? Нет. Трусы тут снимать, че требовавые-то. Открыть его. Открывай. О, боже, боже мой. Айфон. Айфон. Боже мой. Айфон. Я когда жены будут нахлопать, что он не розовый. Мне, боже, любой подойдет, честно, снова. Я очень-очень счастлива. О, боже мой, честное слово. О, боже мой. О, боже мой. Айфон. Я рада сделать тебе приятно. Я в шоке просто-напросто. Моя мечта сбылась. Честно говоря, после такого хочется делать ей приятное еще и еще. Если она подарила мне айфон, значит, что это означало... Что бабки есть, да? А я еще котика хотела. Маленькую кицю хотела я. Ну, бездомного, чтобы жизнь ей дать хорошую. И черепашку маленькую. И сиськи силиконовые. Я себя чувствовала вообще звездой мировых масштабов. Боже, боже, не могу успокоиться. Я бы тебе сейчас расцеловала прям все на столе. Но не буду, потому что я культурная дама, я леди. Сегодня все было общение ближе. И вот этот фонтан эмоций, который у нее был, это, конечно, что-то. Дай ручку. Дай-ка. Что же, можно без сюрпризов? Ну, я уже не выдержу. Я очень рад, что я смог тебя порадовать. Надеюсь, так ты сможешь и доверять мне, и верить больше. Мне правда очень приятно с тобой. Я надеюсь, мы сможем сейчас с тобой встретиться в другой. Я на все согласна уже, все. Я вся твоя. Я вся твоя. Нетерпеть, ждем третьего свидания нашего. И жду сиськи силиконовые. По дороге я купила шампанское, чтобы отметить. Приезжаю домой, захожу в комнату, а они сплячут. Малюса, подъем, ты что? У меня новый айфон. Вставай, бегом. Бегом, чайку буди. Чайка, чайка. У меня сегодня такой *** праздник. Что там случилось? У меня сегодня второе рождение, ***. Это просто *** сегодня было. Ты угадай, что мне сегодня сделал Максим. Что там? И одиночка. Ты угадай, что мне подарил. И одиночка. Ось, ***. Шестой айфон. Понятно. Я вижу шестой айфон и вижу ее заплаканные очи. Такие счастливенькие, счастливенькие. И я просто офигела. ***. Людка, шестой айфон. Думаю, Галя не позавидовала мне ей айфон. А чайка, конечно, не ухажера, ни айфона, ни ресторана, ни букетика, ни одного. Думаю, что, может, ее немного завиднула. Ну, мне было все равно, что ей подарили. Ну, подарили и подарили. Молодец. ***. Позавидуй. Это моя ***. Это моя ***. ***. Подумаешь, там, подарок. Мне в свое время тоже брюльки дарили. На втором свидании еще. Это мужики в новой жильце. Хабжу машину дарили квартиру. ***. Айфон, мне надо хата и тачка. Все, идем праздновать бабы. Идем? Ай, я не знаю. Опять бухать. В каждом выпуске нужно нажраться. Уля, засранит потолок. Даааа. Ядрыд нас рвали. Боже, какое срачелло. Голова вот такая, все гудит. Что это за мадам? Хозяйка дома, может? Заходит у нас женщина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ковер засран. Кажем, дай новая бабка. Что тут за дом престарелых? Ну, ребята. Ваше имя? Людмила. А вы? Галина. Меня зовут Елена Анатольевна. Я теща хозяина квартиры. В моей функции входит контроль за порядком. Теща хозяина? В этом прекрасном доме. Я ***. Какого ***? Ходить сюда и проверять щиту чисточенье. Как засрали? Это ковер отмыть. Ковер какой? Кто его теперь очистит? Че ты смеешься? Че ты смеешься? Че ты смеешься? И на самом деле, это я согласен. Это такое свинство, потребительское отношение к чужим вещам. То есть, так засрать все. Ну, то есть, типа, вообще насрать. Ужас. Безобразие полнейшее. Просто безобразие. Вонидло такое, что нельзя. Это перегар. Очень смешно. Очень смешно. Я думаю, боже, иди отсюда, потому что голова болит от этого шампанского, и ты еще на ухо виснишь. Ну, вообще было не интересно слушать. Значит так, слушаем меня внимательно. Одеваемся и спускаемся вниз. Я там вас жду в кухне. Ты вообще, ***, подруга старая ***. Ну, куда это годится? Что ты прошла и командуешь? Интересно, на дочайке ходила? Чем я только *** получила и все. Вы кто? Ну, я так вижу, кто вы. Я вообще не поняла, что она тут делает, этот старый саквояж. Вот ваша дочь. Я поняла. Ставьте рамочку. Да, не трогает никто вашу рамочку. Все. Мне просто обидно за этого ребенка. ***, пойдем сейчас сюда. Мамочка вот так вот хорошо проводит время. Тут такой стоит запах в квартире просто не *** можно. Называется перегар. А что написано? В пиве мало витаминов, поэтому его нужно пить больше? Что ты стоишь нюхаешь, если тебе воняет? Не пахнет. Ничего. Где воняет, там и пахнет. Все. До свидания, да. До встречи на кухне. Это что-то страшное. Такую красивую квартиру, такие апартаменты привести в такое безобразие. Грязь наплевана, набросана. Это ужасно. Я просто в шоке. Уважаемые леди, я не знаю, что здесь было. Я пришла утром и вот это все увидела. Пол размазан. Ха-ха-ха-ха. Вместо утренней зарядки давайте все это уберем и будем жить дружно. А вы что будете делать? А я буду готовить для вас лексир, но не алкогольный. Демон старый. Ну да, *** это все. Конечно, не спорю. Ну, утром это убирается. Это численно по-человечески. А сколько у вас было тут человек, судя? Че это? Десять таджиков. Понятно. Пять хачей. И Джастин Бибер один. Так, это вам на будущее. Если вы хотите, чтобы все было нормально, пусть ваши таджики сначала уберут, а потом уйдут отсюда. А я такой майонез. Убирать вообще, не то, что на Будун. Вообще убираться не мое. Я не люблю убирать. Все размазывают. Девочки, а вот дома у вас, когда семьи будут, все. Кто будет квартиру убирать? Муж, конечно. Теща? Домработница. А, домработница, понятно. Это ж надо такого мужа найти, чтобы мог домработницу оплачивать. Ну так ничего страшного. Я на вашего зятя. Я его еще не видела, но я уже думаю, мы подружимся. Я думаю, на такую, как ты сегодня, он не позарится. Слышишь ты? Откуда ты там знаешь, в каком я в курсе? Я умею и готовить, и убирать. У меня с этим все хорошо. И бухать? Мастер спорта. Так, номеров погнал в титрах. А то еще олигарха можно найду. А то такой облом немочекиного номера. Все, хоре, да? Прочисто уже все. Красиво? Сейчас я посмотрю. Вон грязь, вон, не, ну что, как маленький, честное слово. Посмотрите, вон сколько грязи. Давайте. Мне плохо. Мною мама не командует. А ты кто такая вообще? Вот это вот не отмыли. А ну сюда пришли, посмотрите. Сюда пришли. Тут так жаль. Так еще готовно. Тыкайте в гору. Випить нема, похмелиться. Голова у атака, все гудит. Убрать его, тупо невозможно. Это яйцо, наверное, да? Пивка работать, ну серьезно. Да все пиво, мы сейчас бегом. Сильно было хреново, и мы искали что-то выпить. Поправить чем-то здоровье. Потому что работы б не было. Выкидывай. Так, красавица. Все, идем. Пошла, давай, идите. Убирайте вот там все. О, мама дорогая, мама дорогая. Убирайте, давайте. Вон, идите на ту сторону. В ту сторону. Начали убирать. Я там и шмат, и трапки летали. Крутка веников. Чайка посуду помыла. Все, мы убрали. Кухню за пять. Две секунды пять картин, все, все чисто. Так, ну что девчата, убрали вы тут. Что-то за отрезвительный коктейль? Вам теперь осталось еще убрать в комнату, где вы проживаете, чтобы была чистота. Там насрали еще на ковер. Волшебный миксир. Это, как говорится, против запоя. Качан натерла белый. Деснака натерла. Кажи пейте, девочки. Такое невкусное. Такое ужасное. То чеснок воняет. Вообще такое ***. Кто хочет избавиться от алкогольной зависимости? Я не хочу. Слушаем дальше. Значит, у меня есть знакомый, проверенный человек, который может помочь. Мне надо. Хорошо. Я на сегодня договорюсь, только будь добра, чтобы ты была абсолютно трезвая. Хорошо. Может быть, какая-то клиника, там, ампулу какую-то зашьют или закодируют. Ну, что-то такое. Я уже ***. Он будет побороть алкоголизм? Кладбище или что это? Куда я вообще приехала, где мои *** вещи? Я пришла и вижу одни могилы. А кладбище, да? Ну, типа, вот здесь мы и закончили, да? Да. То есть, в третьей части мы узнаем, куда... Ну, логично, что приехал на кладбище какой-то мужик, судя по всему, типа, ложись в гроб, мы тебя закопаем, почувствуй, что ты сама себя убиваешь. Наверное, что-то будет в таком смысле. Ну, вот как-то так. Вот такое вот у нас реалити-шоу «Пацанки. Новая жизнь». Надеюсь, вам нравится. Если это да, то буду благодарен за лайк под видео, с радостью почитаю ваши комментарии и увидимся уже в новом выпуске. Всем пока!